Здравствуйте, Территория Инструмента! Сегодня на обзор распаковка углошлифовальная машина Ресанта УШМ 125900. Так, ну ладно, открываем УШМ. Стоит она две с лишним тысячи, две сто, две двести, две триста и будем сравнивать ее с самой недорогой УШМ, киловаттной ПИТовской, это ПИТ-Д1. Вот обзор на нее мы делали раньше и его можно посмотреть, ну сделаем ссылку в описании. Так, давайте сразу же начинаем. Кожух, 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 чтобы вот не быть голословным, давайте вешаем. Кожух вешает сто пятьдесят грамм, а ну вот видите, вот и получается, что визуально он выглядит точно так же, как у ПИТовской УШМ, но на двадцать грамм тяжелее, то есть здесь металла больше, чем здесь. Металла больше, в смысле металл толще. Все, кожух, зачет, оправдывает стоимость, более дорогую стоимость УШМ. Так, ручка Рисантовская. Смотрите, ручка, здесь восьмой болт, удобней и выпадывать из руки она не должна. И вот вам для примера, ПИТовская ручка на Д1 выглядит вот так. То есть ручка зачет, более высокую цену агрегата оправдывает. Так, давайте поехали. Ключ, вот ключ, ключ, ключ и ключ. Тридцать два грамма, вот ключ ПИТа, 42 грамма и тут даже, смотрите, ключи одинаковые, но при этом вот этот ключ на ПИТовской УШМ толще, чем вот этот. То есть на ключе десанта, товарищи, вы сэкономили и ключ, наверное самый тонкий ключ из всех, который может быть. Так, ключ не зачет. Так, комплектация ПАСПОРТ, вот такие щетки, щетки запасные с защелками на пружинке. Запасные щетки это хорошо, на ПИТе нет. ПАСПОРТ и ПАСПОРТ. Так, коробку убираем, пустая. Переходим к самой УШМке. Ну что, 900 Ватт, давайте сразу же, ну опять 5 лет, да, гарантия 5 лет. Ох уж скользкое это дело. Так, давайте начнем с кабеля. Кабель, ну вот кабель и не резиновый, ну и не пластиковый. Не знаю, какое-то, видимо, стали делать. По серединке бывают кабеля совсем пластиковые, пластиковые. Так, по маркировке 2 на 0,75 и смотрите обозначение H05VV-F. Кто понимает в кабелях, вот делайте, делайте выводы. Так, длина кабеля, вот эта штучка у меня 800. Длина кабеля такая же, как и на пике 2 метра. Это, сразу скажу, для меня это немного. Обычно, ну, 2,5 хотя бы, а на хороших болгарках 3, но тут речь идет о низкой стоимости, поэтому до кабеля докапываться не будем. Так, ну что по корпусу? Полностью пластик. Пластик здесь, черный пластик здесь, вентиляционное отверстие. Здесь решетка сделана под углом и там тоже какие-то фильтрующие стоят заслонки, которые мешают попадать туда пыли. Вентиляция здесь. Так, усилитель кабеля. Усилитель кабеля, усилитель кабеля. Смотрите, что по геометрии. То есть, вот здесь геометрия уже не круглая. То есть, если вот обычная УШМ, как всегда стандартно, это круг. Плюс здесь вот какие-то такие выемки под руку. То есть, на обычной УШМ этого нет. Полностью круг и круг. Чтобы не соскальзывала рука или еще как-то что-то. Здесь уже гравировка на корпусе. Это не наклейка. То есть, эти корпуса делают только для десанты и навзят ли что с такой геометрией, мы можем встретить такую же УШМ. Тут обычная наклейка и наклейка. серийный номер. Ваты сделаны в Китае. Так, вот что нравится. Кнопка. Плавиша включения. Смотрите, какая большая. Большая, удобная. То есть, вот этот загибулино. Прямо ложишься под палец. Нажимаешь, оставляешь. То есть, так выглядит обычная кнопка. Она меньше в размерах. Здесь вот палец может у вас соскочить. То есть, вот видите, здесь вот инженеры предусмотрели за кнопку Respect. Здесь еще вот такие грани. Все сделано так. Вот именно этот узел продумывали. Так, ну вот здесь пластиковая вставка. Значит, алюминиевый и силуминовый редуктор. смесь какая-то. Ну, а тут уже вот тут вот красочка отходит. То есть, вот сверху, видимо, какой-то чем-то покрывает. Каких-то больших раковин и дефектов я не вижу. Ну, здесь вот неровные края. Ну, неровные и неровные. Это все-таки УШМ за 2 с лишним тысячи, а не за 5 тысяч. Так, клавиши фиксации вала. Вот визуально. У меня такое ощущение, что здесь вот посмотрите, она здесь залипала, но она какая-то более плотная, сделана так без люфта. Вот здесь, смотрите, в этом месте, видите, здесь люфт. Насколько это будет хорошо, когда вы будете срывать гайку. Вот он входит. Ну да, то есть, вот это место слабое. Сильно, если сильно у кого гайку диск закусит и начнете срывать, то вполне возможно, что выломаете часть редуктора, и поэтому будьте осторожны. Гайка обычная, такая же. Тут, видите, такая ее форма, одевается. Ага, здесь вот дефект, здесь раковина на дефект литья. Ну, это тоже не страшно. А здесь, конечно, вот такое ощущение, что вот отсюда я уже вижу обойму подшипника и... Вот на этом месте, на этом месте... Так, у Питовской, кто смотрел тут видео, то вот может только в этой модели, но вот у нее прямо явно дефект клавиши. И даже настолько дефект, что его придется либо разрабатывать, либо... Давай, он еще и не отщелкивается. Вот эта кушемка поедет в ремонт. Так, вот смотрите, вот здесь вот видите, здесь сделано некое подобие пыльника, чтобы меньше сюда попадала пыль и гвязь. Здесь этого нет, то есть этот подшипник уязвимое место, туда набивается вся пылюка и когда-нибудь, может быть, самое первое, что выйдет из строя, вот этот верхний подшипник, но это не точно, это при условии, что вы будете много работать. Но вот этот узел хотелось бы, чтобы он был защищен пыльником. Так, ну что, давайте проверим ватт и киловатт. Как понять, сколько здесь ватт? 900 ватт, киловатт. Без приборов, наверное, это сделать точно никак, но самый такой простой дедовский способ это положить ушел на весы. Вот она у нас вешает 1400, кило 400, да, и при этом мы должны понимать, что тут сравнение нечестное, то есть вот этот вот киловатт вешает 1600, 1600 вешает киловатт. О, подождите, а без этого, да? Я уже вешал с гайками. Давайте эту свешать, так вешать. 1485, 1500 и это с гайками 1660, то есть на 100 грамм вот это тяжелее. Ну, получается, что либо здесь честный 900 ватт и на статоре и на якозе медная проволока намотана столько, сколько нужно, либо, ну и здесь киловатт, здесь потому что она вешает больше, чем 900 ватт. Ну, это, это такой очень условный метод, и мы там, понятно, что можно сделать корректировку на вес редуктора, на вес самого корпуса, но в таких, так, в общих чертах он помогает понять, надувают покупатели или нет, потому что может быть 900 ватт, одна болгарка вешает там 1500, а вторая же болгарка тоже 900 грамм и вешает там 1350. 150 грамм недовесу, и за счет чего, непонятно, и тут уже будут вопросы, и, ну, это на серии обзоров, надеюсь, вы это увидите и поймете. Так, ну вот, вот такая вот ШМЖ Санта, 125 900, не хорошая, не плохая, ну, болгарка для дома, для домашних мастеров, с такой, 900 ватт, это хорошая мощность. Такого, ну, среднего уровня, поэтому переходите к нам на сайт, делайте покупки. Всем спасибо, пока.